День на Домской. Продолжаем работу в прямом эфире. Прямо сейчас будем обсуждать шокирующее зрелище. Возле завода «Центролит» обнаружено нашим корреспондентом. Было место, по сути, свалка останков животных. Об этом будем говорить с Никитой Островским, журналистом. Никита, здравствуй. Да, приветствуем тебя, Никита. Давай, прежде чем мы посмотрим сюжет, один буквально вопрос. Как ощущения? Ну, это впечатляет. Там ужасающая атмосфера, и запах, и шорохи, какая-то мелкая живность. Ну, неприятно там находиться. Ну, давай посмотрим сюжет. Все, что ты наснимал, всю работу, которую проделал, собрал. В один материал его посмотрим и вернемся более подробно. Об этом будем говорить. Субтитры сделал DimaTorzok Огромный скотомогильник на северной окраине Одессы, в районе бывшего завода «Центролит». Горы коровьих скелетов, многие из которых еще свежие. Все это на территории птицекомбината. По словам местных жителей, сотрудники ближайших цехов буквально пришли на запах гнилого мяса. Какая-то машина привозит и сваливает. Пугает, воняет сильно. Фу, гадость. Это ненормально, это ужасно. Вообще так не должно быть, тем более 21 век. Приезжает газель и в последнее время приезжает больше буст и высыпает все. Никто не может сказать. Ну, есть какие-то ответственные люди за эту землю, я так понимаю, за эту территорию. Пусть и не объяснят, что это происходит. По данным Госпотребслужбы, останки крупного рогатого скота накапливаются на территории птицекомбината еще с 2015 года. Директор предприятия планировал перерабатывать коровьи скелеты. Говорят, ведомстве. А получившееся сырье использовать для производства косметики. Нам были предоставлены два документа, две товаротранспортные, в которые там была фиксация, что в конце 2015 года они там уже, ну, как бы находились. Но хотя, глядя на те отходы, которые там находятся, это явно видно, что отходы не с сегодняшнего и не вчерашнего дня. По словам эколога Юрия Геращенко, такой скотомогильник может привести к серьезным последствиям. К ним относятся и загрязнения почвы, и воздуха. Без должного контроля огромный скотомогильник может угрожать и здоровью людей. Опасаются экологи. Когда гниет какие-то мясные туши или остатки одних, или что-то, это распространение каких-то эпидемий. Это размножение, как минимум, тех же крыс, размножение каких-то, так сказать, вредных бактерий и так далее и тому подобное. Это первое, что сразу опасно. В Госпотребслужбе говорят, директор написал расписку, что на этой неделе вывезет кости на предприятие, которое имеет право на работу с таким видом отходов. Однако ведомстве утверждают, что привлечь администрацию птицекомбината к ответственности невозможно. Согласно закону про поважение с побечными видходами, там предусмотрены штрафные санкции, но для того, чтобы их использовать, нет до сих пор подзаконных актов. Поэтому со стороны нашей службы это сделать на сегодняшний день пока невозможно. Выходит, что устраивать скотомогильник, создавая биологическую опасность для окружающих, можно безнаказанно. Связаться с администрацией птицекомбината нам пока не удалось. Недавно в социальных сетях появились фотографии похожего скотомогильника на берегу Аджалыкского лимана, возле села Александровка. Это примерно в 7 километрах от завода «Центролит». Никита Островский, Дмитрий Бондаренко, Ярослав Ермоленко, Думская ТВ. Ну а прямо сейчас у нас на телефонной связи эколог Владимир Борейко. Владимир, приветствуем вас, здравствуйте. Добрый день. Ну вот ситуация такая. На территории Одесской птицефабрики, недалеко от нее, обнаружен большой скотомогильник. И продолжают с 2015 года туда выгружать скелеты и останки живности. И давайте попробуем разобраться, к чему это может привести, какой экологический ущерб может нанести такая ситуация Одесскому региону и в целом. Ну, сначала нужно сказать, что это свалка незаконная, потому что все скотомогильники должны быть зафиксированы в специальном кадастре и иметь специальное оборудование. Прежде всего, цементный полк. Я понимаю, что это делается на земле. Значит, конспекция должна приехать, оштрафовать местные органы власти, потому что на их территории это происходит. И также сдержать тех, кто выводишь. Это, что касается процедуры. Что касается вреда, здесь, прежде всего, эпидемиологический может быть вред. То есть распространение различных заболеваний, как для человека, так и для сосредоточенных животных. Да, скажите, каким путем это может происходить? Путем переноса микробов различных при помощи крыс, мышей, мух и так далее. Ну, наверное, собаки, птицы тоже относятся к этому числу. Да, 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 конечно, конечно. Но прежде всего, мухи и крысы – это первые такие распространители и посетители подобных свалок. Зависит уровень опасности от сезонности? Ну, вот мы сейчас входим в более холодный сезон года. Конечно, конечно. Лес, естественно, наивысший уровень опасности. Во время холода опасность имеет меньший уровень. Владимир, хочу спросить у вас, что вам известно о подобных мероприятиях на территории Украины, где-то в других областях, возможно, сталкивались с подобной проблемой? И если да, то как ее решали? Ну, к сожалению, это очень распространенная проблема. В основном подобные свалки организовывают птицефабрики. Вот они выбрасывают дохлых кур, их помет. Ну и потом присоединяются уже фермеры, присоединяются различные там фермерские сообщества, куда выкидывают дохлых свинец, коров и так далее. Владимир, расскажите, вот есть... Я хочу сказать, официально у нас существует более пяти заводов, которые могут это перерабатывать. Но это никому не интересно, потому что там нужно платить за это деньги. Поэтому лучше всего и легче всего бросить куда-нибудь там в посадку. Как делается у вас? Скажите, вот на сегодняшний момент в Украине, ну и в Одессе в целом, есть же какие-то службы, которые должны следить за тем, что происходит. Ну, очевидно, что санэпидемистанции у нас нет, расформированы. Есть госпотребнадзор, однако не факт, да, что в их обязанности входит отслеживать вот такие места и как-то давать оценку происходящему. Ну, прежде всего, нужно сказать, что это была огромная ошибка, когда санэпидемистанции у нас закрывают, вот, так сказать, с одной стороны увеличивается количество различных заболеваний и загрязнения среды, а с другой стороны их закрывает. Это ошибка на государственном уровне. А самый орган, который подходящий, это и консельсия. Я уже в начале санэпидемии говорил, что она должна приехать, то, что бывают местные органы власти, на территории которых находится свалка. И соответствующие статьи в кодексе есть административном. А второе, просто сделать засаду и задержать тех, кто водит. Как это и в других областях, где работает эта консекция. А где, например, вот, как в Днепритровской области люди просто ночью остановили трактор, который вез помет из фабрики дохлых куриц, и просто закидали у коктейля Молотова. То есть, своего рода, самосуд устроили. Ну, такого своего рода. Владимир, скажите, пожалуйста, действительно ли механизм штрафных санкций может исправить ситуацию? Либо это должно меняться более глобально, возможно, на законодательном уровне, с определенными комиссиями? Конечно, конечно. Штрафные санкции, они очень низкие. Где-то порядка 200 гривен. И, в общем-то, те, кто занимается подобными вещами, они имеют гораздо больше за этот выброс. Конечно, так как это проблема государственного уровня, должны, например, быть увеличены штрафные санкции, а, во-вторых, органы экоинспекции должны быть возрождены. Они в настоящее время находятся в таком, как сказал, коматозном состоянии после реформы Януковича 2013 года, 2013-2014 года, что, в общем-то, так сказать, особо действует. Надо сказать, что Одесская экоинспекция, она, наверное, одна из самых худших вообще в Украине. И она, насколько я знаю, по нашим обращениям, она реагирует только отписками. Спасибо вам большое, Владимир, что присоединились к работе нашей студии. Владимир Борейко, эколог, был на телефонной связи. Возвращаемся в студию. Никита Островский, журналист, ну, собственно, человек, который поработал над этим сюжетом. Никита, расскажи, пожалуйста, как тебе удалось встретиться с жителями этого района, и что успели они тебе рассказать. Да, и вообще, как ты узнал об этой истории, кто-то позвонил тебе, а ты же не прогуливался где-то? Нет, эту историю, получается, раскопали наши коллеги с сайта Домскана. Я так понимаю, кто-то из знакомых, может быть, кто-то живет там рядом. Это я уже не знаю. Ну и потом мы, конечно, приехали с съемочной группой, и мы не одеялись среди каких-либо людей вообще. То есть мы приехали, там, с одной стороны поле, с другой стороны, это вот территория птицекомбината, которая выглядит как заброшенный завод какой-то. Но туда можно беспрепятственно попасть. Ну там можно беспрепятственно, да, туда можно беспрепятственно заехать, даже на машине, то есть там есть ворота. То есть вот так вот, в принципе, как рассказали местные жители, туда их и возят. И мы очень удивились, когда вот находились прямо возле костей и увидели на горизонте людей, которые шли в нашу сторону. Мы, конечно, подошли, поинтересовались, кто это. Они сказали, что они работают на соседних цехах. И каждый вечер вдоль этих костей возвращаются домой к ближайшему транспорту. И, ну, ужасно, конечно. Ну да, понятно. Мы видели, что они действительно возмущены. Но успел ты узнать, обращались ли они куда-то? Или они просто возмущаются так вкусно? Нет, они не обращались никуда. Они даже не знают, откуда эти кости, кто их привозит. То есть со слуха можно понять, что просто приезжает какая-то машина, сваливают кости, и вот они это видят. Это правда, что кости жгли на месте или, может быть, где-то дальше? Мы обнаружили небольшой кусок, там идет, получается, небольшой канал с водой. И там рядом пепел и кости, которые, видимо, пытались сжечь. То есть мы не можем утверждать, что там было именно конкретно. Но, конечно, пугает, куда эта вода в конце потом идет. Что это за вода. Потому что на дне есть реально останки этих вот коров. Что касается директора этой птицефабрики, этого птицекомбината, никак не удалось выйти, вы звонили, вы приезжали, ничего не произошло. Мы звонили все номера возможной птицефабрики и не смогли ни с кем связаться. То есть вообще никто не отвечал? Нет, все, что мы знаем о директоре, это с госпотребслужбы, которая сказала, что они вышли с ним на связь. Он написал расписку, вот, собственно, что он будет вывозить эти кости. И что он хотел их перерабатывать в косметику. Да, очень, конечно, интересная мысль по поводу косметики. Глядя на эту фотографию, становится страшно. Никита, вот когда вы подъезжали, когда, если можешь ты определить, за сколько, вот какой метраж начинает давать ощущение, что скоро уже появится этот скотомогильник? Запах, как скоро появляется? Ну, запах там зависит, конечно, от ветра. Потому что в каких-то местах кажется, что там вообще ничего нет. Но как только дует ветер, то где бы ты ни находился на месте вот этого ветра, запах уже начинается омерзительный. Просто вот вызывает сразу рвотные позывы. Ну, то есть мы знаем, что люди об этом начали рассказывать. И рассказывали, что, находясь на работе в своих цехах, люди просто не могли работать, потому что... А далеко находится? Ну, я так понимаю, что это находится буквально там, ну, там в 200 метрах первого цеха. То есть как минимум 200 метров, и люди ощущают. Есть ли какие-то у тебя планы? Возможно, вот по одному из соображений нашего гостя, который был на телефонной связи, эколог Владимир, говорит о том, что, ну, в таких случаях люди там делают засаду, либо это правоохранительные органы, либо это экологические инспекции. Ну, и выходит, собственно, на тех людей, которые выбрасывают останки. Нет желания провести дальше эксперимент. На самом деле желания возвращаться в такую обстановку, конечно же, нет, потому что, ну, это неприятно вообще и очень угнетает. Да, и даже вот состояние, да, твое, вот там, его тяжело передать словами. Но есть, конечно, желание понять... Представь состояние людей, которые живут рядом, и которым... Есть желание, конечно, понять, будет ли какая-то ответственность, да, потому что в госпитале службы сказали, что они не могут, да, его привлечь, только заставить... Ну, в любом случае, я думаю, что попытки оставлять, попытки дозвониться руководству комбината... Ну, конечно. ...должно оставаться, будем следить за тем, что дальше будет происходить, будем звонить. Это официально заявляет. Обязательно, конечно. Спасибо тебе, Никита, за... Да, что обратил внимание на эту проблему, но за стойкость тебя и всю съемочную группу мы тоже благодарим. Никита Осровский, журналист, был у нас в гостях, говорили о скотомогильнике, который находится недалеко от завода «Центролит». Будем и дальше эту тему держать в поле внимания, насколько она будет давать нам информацию. Но далее у нас по плану небольшая пауза, и мы поговорим о чем будет в социальной сети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова